Привет, друзья! Это мое новое видео. Время летит с такой скоростью, что, казалось бы, я только-только сделала операцию, сделала свой первый шаг, но вот уже почти два месяца после операции, и я уже бегаю. Хочу похвастаться вам своими успехами. У меня... Я полностью сгибаю ногу, полностью разгибаю. Для тех, кто в теме, понимают, что это не так просто. На примере своей прошлой операции, которая была 4 года назад, я периодически повторяюсь, и вспоминаю об этом, сравниваю, естественно, то полное сгибание у меня уже без боли, без дискомфорта случилось спустя 4 месяца. Здесь это произошло спустя полтора, ну, будем говорить, два месяца. Конечно, нужно себя подготавливать, разминать, восстанавливать механику, помогать своему организму, но я это сделала, за что очень благодарна себе и своему доктору нашей совместной работе. И это видео я хочу посвятить как раз, наверное, более глубокому вашему знакомству с Георгием. Вы услышите комментарии к моим упражнениям именно от него на английском языке. Мне хочется, чтобы он свою мысль доносил свободно на языке, который ему ближе. Я не буду суфлировать, дублировать. Сделаю, естественно, субтитры для русскоговорящей публики, чтобы вам было больше понятно. Ну и поделюсь, конечно, своими успехами, упражнениями, настроением, ну и всем тем, чем я люблю с вами делиться в своей жизни. Ну что, поехали! Субтитры создавал DimaTorzok ! Субтитры создавал DimaTorzok Нужно улучшить лишнюю кожу, потому что после операции ноги были сломаны за время. Эта кожа стручена, поэтому нужно начать использовать компрессионные гарметы или тапы, чтобы убрать кожу. Это дает неправильное впечатление, что ноги были сломаны, но это просто из-за сломанной кожу. Из-за сломанной кожи, болезнь у вашей пателли, но это не остановит вас с полной флакцией, после того, как мы показываем. Это означает, что механически твой ноги очень хорошо. Визуально нужно улучшить кожу. Пателли нужно улучшить немного латеральное глидение. Пателли. Тибия глидение внутри очень хорошо. Это улучшает много. Можете ли я слушать в твоя мнение о моем ноге? Потому что ты говоришь много. Да. Немножко, одна из причин, для твоего ноги спрей, это твоя мобильность. Когда ты приезжаешь после операции, тибия с большей сломанной флакцией. И это было очень верно. авто. Так что, когда твоя мобильность, и когда ты прыгаешь все время, твоя тибия ротеет, все время. И после того, ты лент, тибио рвется внаружи, тогда анкелы коллапсируют в стороне и выставят эксцессивный стресс в ногу. Так что это один из самых сильных механических элементов в ACO ручке. Так что теперь работаем очень агрессивно, чтобы улучшить анкелы, мобильность и механизм. Теперь мы можем видеть твой ног. Например, это очень важно. Наверное, прежде чем спранировать тибио или тибио, не глядя внутри. Если не имела внутренняя ручка, может быть, вы можете помнить. Так что еще одна интересная вещь, потому что с твоей операцией. Они делали гравти от двоих тенденцов твоего ручка, не одна. Мы требуем больше времени, чтобы улучшить анкелы. Ит-бенда, которая всегда инфламирована. И может вызвать нейрологическую болезнь. Потому что некоторые нервы проходят там. И потому, что с твоей операцией, здесь есть какие-то тибио, которые мы требуем. Но, в основном, ноги из-за много времени имеют полная флешка и полная экстенция. Потому что глядя пателаса, я скажу, нужно улучшить немного больше. И теперь это форма нейромаскулярского контроля. В ноги, ноги и ноги. И вы будете полностью готовы делать многих более динамиков движения. Но мое мнение и мое предложение для вас, чтобы начать прыгать, делать больше спринтинг и так далее. Когда твоя нога готова для этого. Потому что сейчас, конечно, это почти нормальное. Но если нога будет блокирована, и если вы не имеете флешка, или вы имеете флешка с этой движение, но не с этой движение, то стресс на ноги будет большой. Потому что ноги и ноги являются первые спринтинг и мышцы, которые делят деселирование центра гравития. Один из лучших экзерсизов, активно, чтобы поднимать ноги, расслабить тиши. Это не пассивная поднимка, но это должна быть активная поднимка. Так что вы можете слегка показать? Так что, если вы не можете спринтить ноги, вы должны остановить. Когда вы можете. Когда вы можете. И уходите. Например, здесь. И уходите. И уходите. И уходите. И уходите. Да. Большое место будет с экстенцией спринтинг. Но с экстенцией спринтинг спринтинг. Это очень важно для мышцов. Так что мы делаем это. В этом случае Танья может спринтить на ее ноги. И это. Это первое, самое важное, милостное, для революции. Вы должны иметь полная флакция. Это также означает, что вы должны иметь полная эластичность в капсулу. И вокруг ноги. И другая, конечно, это полная экстенцией. Эти две являются ключи. Это очень важно. Так что вы можете делать это на один порог? Да. Да. Эта эластична. Я буду спринтинг. У вас требуется. Можете помочь. Можете поставить руки на баку. Можете сидить. Можете стоять. Можете найти шагу. Можете найти шагу. Можете сделать так. Можете сделать это. Можете ли? Да. Плюс иногда мы должны поставить какие-то проблемы к нашим пациентам. Потому что в реабилитации, особенно после АСЛ, люди очень боятся. Нервный системы очень защищены. Поэтому мы должны попытаться избежать часть этих защищений. Потому что они создадут плохую компенсацию. Да, это правда. И теперь, потому что вторая операция, я, конечно, ожидал много вещей и не боюсь. Это ключ. Теперь, когда она найдет свой способ, чтобы это сделать? Потому что она найдет свой способ, чтобы это сделать. Она не боится. Если я показал ей свой способ, чтобы это сделать механически, и ничего не останется в голове. Для долго. Давайте скажем так. Не голове, но системы нервного системы. И я могу гарантирую, что она имеет силу, чтобы это сделать. Но все равно это маленький механизм, который всегда нужно поставить и иметь безопасность. Которая, в ближайшее время, она исчезнет. Хорошо. perfect next exercise this exercise is a great exercise from yoga but in our case can mobilize the hips in a manner in a plane where we never think to mobilize and they're very important it gives gives a freedom and improve the control of the hip and better range of motion and controlling the hip less stress and more proper work in the knee we will have just don't let the knee to the leg to go down before we were talking about ankle mobility and how important is the ankle mobility for the knee help so this is one of the greatest exercise for improving ankle mobility mobility means dynamic range of motion so we need to improve dynamic range of motion so if she if she's doing 20 lunges and trying to push the knee actively in front of the toes now she's assist she's push she's assisting with the hands but after a while she will be able to do it dynamically without assistance now we can do it and show us walking lunges which we are forcing the knee to go in front of the toes which is great for hip ankle knee mechanics please be straight keep your pelvis not so much out of the plane and try to be more stable with your upper body running back is very important for knee help it improves in a very good dynamic way the back chain you have to be bravo and back bye bye and sprint please as you see her knee is not collapsing quicker 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 volleyball players are not good runners but she's not bad deer jumping last one in one certain point of knee rehabilitation athletic movements are great to improve control stability and dynamic function of host leg that had surgery in this case right bravo tired you should not be tired you did three meters more 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 just keep the feet straight and your pelvis needs to go out И есть Браво 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 и миллион поцелуев. Пока-пока!